приветствую вас мои родные любимые свободные братцы и сестры во христе и все люди на земле все подписчики и не подписчики кто случайно попал на этот канал на этот ролик с кем поделились может быть удачно или неудачно всех я приветствую сегодня мы затронем тему библии слово божие слов не боже правда ложь за повод кролику я взял комментарий одного из моих доброжелателей в кавычках я его хотел здесь вам показать как я сейчас это обычно делаю как вы видите он даже на пол монитора еле помещается я вот так вот с вами поделюсь и прочту его но вы видите такая очень символичная аватарка как я вам всегда говорил особенно у доброжелателей они же все лицо свое являют ты знаешь с кем-то разговариваешь вот у нее то что они там череп скелет смерть какая-то непонятно санта муэрте надо бы загуглить что такое санта муэрте я боюсь ничего хорошего вряд ли это но кстати сейчас попробуем я чуть даже не подумал надо надо это обязательно сделать надо знать своих друзей в лицо муэрте да там как был написан таком нет как 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 был написан санта муэрте 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 но это наверное не на этом не на не на английском я не знаю может что-то означает голос невежда откуда мне знать что такое санта муэрте ну ладно санта муэрте с логотипчиком черепа смерти не знаю чего кролику бытие который я сейчас кто знает записываю причем ролик свежий только вышел я пишу я тоже конечно исход уже на 30 главе практически пишу ну вот на момент выхода и этого комментария вышел как раз сегодня последний ролик по бытию 50 глава и вот человек откуда попал на мой ролик на бытие 48 49 главы ну и читаем его комментарии хватит чушь нести почему ты не говоришь может не знаешь что библия это сборник книг вот сразу видно человек явно впервые попал на мой ролик если собрать все разы в которых я хоть их если ролик в котором я особенно на канале христолюб где я зачитывал в свое время новый завет у меня целиком есть кто знает всех приглашаю послушать посмотреть почитать вместе со мной сейчас мы пишем ветхий завет и только человек видимо не слышавший ни одного моего ролика может написать мне такой комментарий это почему я говорю знаете из нас злоба пышет даже порой мы не даже не знаем вот вот в каждом ролике кто меня знает слушать моральки знать что каждый раз говорю что библия это не прямой этой слова не собственно нарицательное его просто тупо не перевели на русский язык что с греческого перевести на русский означает книги сборник них все правильно санта-муэрта пишет книги или всем привожу русское слово производное от этого библиотека где много-много книг очевидно что человек судит меня да ну как может я не знаю да из по одному ролику делает выводы я же я там пытаюсь кто не слушает мои ролики особенно по писанию я одно и то же толдычу из ролика в ролике потом думаю господи вот люди слушают которые последовательно слушают у них уже наверно крышняк едет от одного и того же хочешь сказать уже хватит кузнецов успокойся ты мы все поняли и вот я говорю ролик конечно закрыть я не могу и не хочу в какой-то их делать там закрыт закрытый плейлист делиться только с избранными кто хочет конечно не в открытом доступе я понимаю что человек может попасть случайно на эти ролики да я не могу в одном ролике объять все свое мировоззрение даже о сути жизни об истине я это иногда не то что не успеваю ли забываю но чтобы ролик вот такими громадными все не получились я уже думаю те это ролики для своих уж не будут там опять обо всем говорить что суть бытия она в любви бессмертии свободе да вот человек вот первый раз услышал какие делает обо мне выводы почему ты не говоришь в каждом ролике ты неудачно попал просто ну посмотри другие мои ролики у меня есть на лаве ты вот неудачно на христа люба попал надо вот к в комментарии брошу ему свой этот вечер не додумался ответить брошу ему свой плейлист вы знаете на лаве тоже есть у меня библия там писание уж там я точно показываю что это но правда это вряд ли человек поможет он-то совсем противник библии на пытает припай мы сейчас поймем да но при этом пытается мне вот что-то меня осудить книги с разным временным промежутком доходящим иногда до 100 лет мне хочется и смеяться и плакать одновременно почему я даже удивился этот комментарий начал не на разных каналах смотришь не сразу славливаешься и я думаю думал на лайве это такой комментарий я удивился это кролику в бытие на христолюбе да кто ну понятно в этот человек и понятно что это не тот кто смотрит постоянно там с первой главы стал смотреть ветхий завет понятно что он просто случайно у него где-то всплыл он посмотрел там сначала были кусками или весь ему набрался божественного терпения и досмотрел до конца этот ролик мой я не помню сколько он по времени не видно отсюда ну кто знает я когда первые главы читал это потом там хоть чуть-чуть чуть-чуть знаете события расширяются и больше содержание какой-то конкретно главы описывать все меньше и меньше события то есть по сути описание больше а событий меньше посвященных то есть намного больше слов какой промежутков ну слов до в книге посвященную кому-то одному событию а кто первой главы слушал как я там читаю комментирую играл что между стихами сотни лет проходит а может быть и тысячи а может быть и миллионы при сотворении земли между первым днем и вторым там вообще кто знает еврейское слово стоит и он да означающий вообще непонятно что это уже зависит от толкователя от переводчиков но здравые люди говорят что вот именно лучше перевести как период какой-то никто не знает между первой и второй главой я между первым вторым днем сотворение могло пройти миллиарды лет триллиарды вечность грубо говоря человек говорит что я вот между книгами сто лет было я об этом не говорю да я говорю что между стихами могли быть миллионы лет между стихами в библии миллионы лет первой главы и там я потом кто слушал мне говорил вот откуда мы знаем 10-20 лет а там и реально так описывается там пару жизнь человека очень просто и быстро описывается вот был юноши посмотреть на самого моисея что далеко ходить ты самый известный возьму сейчас не буду то что библию мало кто там хорошо на это читал нож про моисея все нам слышали а я только вот исход сейчас записываю ну уже почти весь даже записал нам написано его рождество трехмесячным мать его берегла до трех месяцев и все и он уже взрослый так и написано там как-то и прошло много лет и он уже взрослый убивает вот этого египтянина который бил раба еврейского брата его можно сказать по крови сколько там лет между стихами прошла мы прям в стихах там между стихами 20 лет и человек меня хочет укорить в том что я вот не говорю что между книгами сотни лет до может и тысячи я не знаю я говорю об этом постоянно почему не говори что в каждом столетии библия редактировалась под нужды скажем так те кто был у власти ну как же не говорю ну в каждом ролике я об этом говорю что она единственно вот это да я не так даю упор не могу сейчас сказать я хотя этих в свободной форме говорил просто мне кажется достаточно говорить того что это писалось я всегда говорю неизвестно кем даже непонятно людьми там или ангелами воплоти когда писалось кем писалось как он слышит как это вообще писалось потому что писался 3 лет или третьего лица в основном интимные разговоры интимный ну или как хотите тет-а-тетные какое вам слово понятнее разговоры между богом и человеком и даже помыслы мысли сердец человеческих ладно человеческих божих и подумал господь и раскаялся господь сердце своем это вот автор претендуя на написание таких эпитетов на что на что претендовал вообще выше бога он стал он откуда знал как бог в сердце раскаялся или не раскаялся но поступок он мог описать божий что бог сотворил человека и стер его откуда он знал раскаялся он или не раскаялся думаю что не раскаялся д был добыл ему все равно то есть автор книги нам описывает переживание бога сердечный ну как вам такое ну как меня обвинять вот в том что я конечно библия неизвестно кем писалось неизвестно как писалось неизвестно как хранилась одним народом неизвестно как переводилась тоже перевод казалось бы это лишь его просто на другой язык переписывался переписывался пусть одним и тем же народом знающим один и тот же язык переписывался переводилась на другие языки и перетолковывалась а перевод и переписка даже это уже толкование потому что переписчик а перри меняется язык любого народа во вторых он может быть просто не согласен у него рука не повернется написать он изменит текст под свои нужды и действительно эти вещи делались далеко не простыми людьми это могло делаться что-то в угоду кому-то человеком прямо скажем да каким-то ускорить все естественно власть или денег имущим да это уж очевидно это уж очевидно вот как вы думаете лютер переводя на немецкий язык библию с латыни ну он и другими пользовался понятно и и под покровительством барона немецкого который его и физически защищал и жизнь его и и его спонсировал и все это принимал прямо участие был заинтересован и хотел этого чтобы библия была переведена немецкий язык как вы думаете он участвовал в толковании в редакции в совете хотя бы с лютером безусловно если нам этого истории даже не осталось это сейчас не буду ни с кем из протестанта спорить что там где-то опять написано у них библии все написано потом где там еще что-то написано вот уж я убежден что тот его можно сказать благодетель конечно же имел слово и слова весомы я к сожалению не знаю немецкого не могу сравнить ее с русским причем так идеально чтобы мог бы сам прочесть и сравнить тебя по синодальному хотя я не говорю что синодальный перевод есть истины вот так что ну вот меня ведь обвиняют посмотрев один мой ролик в том что я ничего это не пока все что санта муэрте с добрая иконка черепа мне предъявляет я говорю именно все это вот почему я говорю что всю библию в том числе даже новый завет надо не бояться читать сердцем и все что соответствует истине любви бессмерти свободе добру да все это применимо к истине это естественно все что не соответствует это ложь так почему ты не говоришь что практически нужно я на 3 ответил да так я забыл на поделиться с вами почему ты не говоришь что практически все что описано в библии это всего лишь пересказ легенд истории и мифов за тысячи лет до моисея доказаны и верующими и неверующими историками археологами и так далее почему в библии написано в откровении что нельзя не добавлять не отнимать ни единого слова а в мире существует множество библии ну разделим не все сразу невозможно обхватить тогда первая часть вопроса почему ты не говоришь что практически все что описано в библии цель пересказ легенд истории мифов за тысячу лет до моисея ну тут уж извините вот человек бросается фразами ну а ты ты мне объективные тогда доказательства пожалуйста предъяви но знаете вот очень фразы множество историков раз начнем с того что это какие давай уж ты хочешь поговорить я на связи всегда вот хочешь давай переписку попробуем вести деловую как это в бизнесе называется доказано верующими и неверующими историками давай фамилии имена явки как в полиции где кем чё там доказано вот человек опять же меня просто не знает а он не в курсе что я поступил на дистанционное обучение в баптистскую семинарию и я не стал заканчивать по понятным причинам да я стал закусываться с их ними преподавателями по поводу истины их не в частности вероучения вот но первый это скажем нейтральные предметы и вы знаете мою хватку и мой пыл и жар я пятилетку за три дня прохожу я за три месяца пока там учился я почти полугодовал а может и годовал и освоил курс сколько там успел поздавать все это вот и археологию я кстати взял то что можно было выбирать любые предметы идти так скажем ну типа по американской схеме на что-то такое я не знаю как сейчас уже и в россии учиться в школах в институтах детей у меня нету вот сам я нигде уже давно не учусь высшим образованием и археологию а это был самый большой курс он состоял по моему 50 вот этих час не часов помо занятий по несколько часов по два это огромный курс был около 200 часов и я его закончил я единство нему даже экзамен сдавать не стал там надо было прочесть нереально здоровую простить тупую книгу я приткнулся тоже на ней я именно с ней уже началось и там другие предметы уже начались вероучительные и я все я понял что это просто не осилил причем мне именно очень понравилось преподаватель я кстати тоже сейчас говорю там еще один ролик запишу очень близкий по этой теме я буду рассказывать тоже там не еще одна доброжелательница написала очень любеобильный комментарий и это хорошо темы связаны я может и там повторюсь и там была очень хорошая преподаватель вот видите я к людям-то адекватно отношусь не важно что он там баптистка не баптистка она могла я даже не знаю сама-то она кто и могли просто нанять потому что она ну христианка допустим да это кто ешь не помню она представлялась или нет и сейчас ничего не там было написано вот она живет в израиле она при археолог она же экскурсовод 20 лет он то всем этим занимается у нее есть имя достаточно известная я уже просто позабыл не буду сейчас тоже говорить я просто факт вам расскажу и и был действительно интересно слушать и все что он давал там задание это много исследовал и она действительно я сейчас вкратце могу сказать она особенно подытоживала потом именно то что я хотел услышать тоже а потому что это факт она сказала такую фразу что мы действительно каким-то черепкам в песочке откопанный мы делаем вид делаем потом выводы вот такие талмуды пишут она горит сами археологические эти описи вот эти да как полицейские они очень краткие ну все что можно до мелочи описывать трещинка на каком боку но это сухая горит подачи информации чтобы сохранилась какая-то информация сейчас тем более фото видео материалы прикладываются агать а потом уже археологи через там в месяц день день месяц год они находятся вот допустим на искал на на раскопках потом у них есть период типа отдыха и они едут по домам там образно говорят свои страны и заседают за столы и начинают фантазировать на основе вот этих вот данных обложившись своими находками там еще что-то и они начинают выдвигать свои теории которые потом и на нобелевский выдвигают во всяких собраниях сейшинах этих тоже научных читаются и вот они там фантазируют как кто мог что этот осколочек от горшочка в таком-то доме в таком-то иерусалиме на таком-то этаже такого-то господина с таким-то имуществом стольки-то детьми и как он туда писал и она сама смеялась над этим на это конечно бред и она подвела в оконцовке вот все это она подводила и подвела что археология то полная чушь хотя я удивлялся она сама этим занимается и она по сути вот как бы и она гниха я как буду дано вот просто понимала это 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 нигде ничего не понимаем именно мне ее понравилось она там все это рассказал она сама экскурсовод в иерусалиме по святым местам она говорит мы ничего не знаем не верьте сказкам что знают где стена храму иерусалимского где шел иисус какой камень где там аду по мамре горит дать ничего мы не знаем не это ничем не доказано вообще и вот вам человек под иконочкой смерти санта мурет и или как-то муерти мне мне вы слышите как звучит города прослушившую курт археологии в баптистской семинарии профессора и археолога с именем которая сама утверждала что они не знают что 200 лет назад она там разные темы касался мне очень понравился курс я ни о чем не жалею никогда чтобы я вот не делал все это опытный я как этот мудрый книжник из-за всего выношу все что можно в добро до из нового из старого из нового что получаю и старого и вот это действительно был великолепный опыт она просто молоточек в этом плане да так что вот эти все сказки что это да ты мне точно так же вот эти вот это доказать вы понимаете доказать даже то что было вчера уже нереально вчера это уже прошло и кануло в лету и человек сейчас будет я я да конечно я шучу я даже такой диспут не вступил без честно ну по скайпу с открытым лицом виде человека рю мне звонили по скайпу с сигареты в зубах пьяные и пытались со мной об истинности библии поварить это реально я вам не сказки рассказываю и кто знает я в принципе спокойно отношусь грехам человеческим ну пей ты кури на здоровье зачем мне просто это надо я вижу человек могут мне поговорить охота а мне вот честно я посмотрел на него мнение охота вот это тоже самое ручек с иконкой смерти неизвестно с каким ником убеждает меня что уже многими людьми что-то там доказано да ничего не доказано ты мне свое существование никогда не докажешь эти точно так сошлись на великих философов которые пытались доказать вообще бытие если она или нет и пришли к выводу что это не доказуемая вещь тех не может сам себя даже доказать что он существует и он не дако и он не пытается вот человек тут в комментарии убедить что уже все давным-давно доказано я вот такой ежик в тумане невежда ничего не знаю почему в библии написано в откровении что нельзя не добавлять не отнимать ни единого слова во-первых это написал книги откровение про конкретно эту книгу это раз я хочу тоже вот люди вырывают стихи думают кого вы найдем подловить меня меня не получится вот им невежду младенца может получиться меня не там написано про конкретное писание даже с не буду обращаться к тексту потому что лучше уверен что лучше этого человека знаю писание так что он сказал запиши слова сии в книгу и кто прибавит или отнимет на того наложу там язвы и прочие вещи это раз это в ответ этому человеку ну и всем кто слушает чтобы были знали как дать ответ таким людям есть есть теория теория опять подчеркну сразу о том что чуть ли но опять же мы видим что это что чуть ли к древним свиткам даже в евангелии авторы писали на пергаменте грубо говоря такую приписку как печать делали до что никто не прибавляй не убавляй ничего опять же только теория и ни на каких древних свитках в принципе этого не найдено даже который сейчас существует это 2 поэтому кто из нас вводят людей в заблуждение я думаю что точно не я так что вот так вот нигде газ не запрещено переводить библию пересказывать перетолковывать ее писали не под стенограмму иисуса ничего он им под запись не не диктовал после неизвестно когда вообще они написались и это написали простые люди описав жизнь по памяти и учений господа бога иисуса христа бога пришедшего во флоте на землю все потом они писали вообще точно также свои послания никому не запрещали их писать или переводить нигде так у отродей с неба наоборот распространите это по церквям это послание и понятно что бумага и сливала пергаменты что там папирусы на чем писали по возможности по дороговизне материал или дешевизне соответственно разные люди с достатком и без вот человек как вы думаете выиграет он баталию я готов конечно и общаться и лично в скайпе я все записывал вы знаете есть канал беседы не скрываю только потом они все сбегают или что у меня раз пять хочет пожалуйста приезжая ему дерево покажу что ты людям засираешь мозг разным говном вы тут уже любовь просто как господь сказал отвергнутся источники воды живой человека поперла дальше я не буду слово говно еще употребил слова такое житейское на дальше у вас все на экране вы читаете сами а я сейчас покажу я думаю вам вполне видно я еще прибавлю вот так уж думайте первом будет абсолютно все видно читать такой я не могу матом в его светском определении словам к ним принадлежащим я давно уже не выражаюсь я так проглатывая прочитаю то что он сказал на х нужно если нормальный человек знает что надо жить по совести не убивать не воровать не е чужих жен то этот человек попадет в рай если он конечно есть как же он попадет и зачем ему это делать если нету ешь пей веселись а как говорил известный французский король изверх убивающий всех и вся и все вот как он год я чужих не только жен но и мужей горела после нас хоть потоп мне все равно живу как хочу вот как вы думаете человек из которого так и любовь преизлевает что можно конечно не христианин это понятно и мне к нему нет никаких претензий вот и он сам выберет где ему быть в раю или в аду по поводу совести я скоро все равно опять ролик запишу подобный тем что я последнее время пишу я буду обращаться к википедии вся вам говорят что там ветхом совете нет этого слова и будет очень любопытно просто я считаю что люди хоть мало вообще верующие в какого-то бога какой-то религии принадлежавшие ли вышедшей дню слова совесть вообще не должны употреблять это атеистический термин сколько я уж тоже в своих роликах об этом говорил ну хотя бы забейте википедию вот вы же будете проповедуете в основном тоже там не верующим мы же проповедуем да ведь слова совесть ну нету вообще ветхом завете и посмотрите что она означает википедии вы будете просто в шоке и великоле взяла опять не убей не укради а как же люби врага а как же отнимают верхнюю рубашку отдай и нижнюю а как же не злословь а благословляй проклинающих тебе ну что великоле и у каждого лет в совести что-то я не вижу что люди живут по такой у всех лет а в совести и всех есть желание жить по этой совести вот мне евангелие конечно кто знает привел меня господь напрямую до к себе но через евангелие через его земную жизнь у меня появился в жизни реальные образ и пример для подражания идеал как как жить как учить как поступать как все великолепный пример который конечно я пропускал всегда кто слышал мои ролики через свое сердце и спокойно то что мне даже там не нравится но уже чистым сердцем стремясь к истине к святости к совершенству разве не убей не украдет и верх совершенства а раздай все имение свое всем вокруг это разве у нас так все живут что ли у нас у всех это цель жизни прям вот он просыпается думать все сегодня буду любому помогу кто попросит все сделаем да хватит вам что вот человек он вообще в реальном мире живет вот такой вот ролик надеюсь вам было и смешно и грустно вместе со мной вы и поплакали и посмеялись вот так вот все этому доброму человеку мир в сердце вот по любым вопросам меня всегда можно найти у меня все мои контакты в описании к любому ролику в описании канала есть вот кто хочет даже со мной что-то мне доказать в реальном мире словом или по зубам дать меня можно найти всем известно где живу я ни от кого не прячусь вот ну вот так вот я кстати его пока не забанил вот ну я думаю что конечно если следующий такой будет а если он еще вот этот ролик увидит подумать что я смеюсь над ним обидится я представляю что там польется если я даже пальцем еще не трогал ни словом а уже такое вот ну тогда уже я вряд ли буду вам что-то читать просто за баню этого человека да и все я всегда уже чтобы сердце не рвать все это бессмысленно бесполезно вот я даже не знаю на ли все таки господь сказал сеять везде но взращивать помните как павел сказал взращивать все бог мы можем стараться где-то поливать удобрять вот но мы тоже люди вы помните и павел убегал и иисус убегал от нервотрепок от сумасшествия люди безумные перед их на форуму стоять сложно можно где-то что-то попытаться еще сделать но если не получается лучше отойди лучше одному выжить чем вместе погибли ну все все лепим жирный божественный любвеобильный лайк кому понравилось кому отрадно кому под назидательное мое служение этими лишь комментариями я не посмеяться хочу над человеком дву зайцев сразу догнать первое это показать внутреннюю жизнь блогера-проповедника вот с чем он приходит сталкиваться какие давления это же это же постоянно такое вам пусть любой блогер хотите я свое открою с моей-то популярностью в 10 человек сколько у меня забаненных на канале вы в шоке будьте просто и причем я же вам тогда помните читал многих кто меня от начала смотрят ночь невозможно и причем и у них как как строчит как из пулемета там по двадцать по тридцать комментарии во-первых это все по-простому скажу нет вам не буду выражаться замусоривает до сеть в комментариях где я даже читаю что бы нет неудобно все я думаю что что-то полезное граназидательное там всякие вот это не потребство вот и вы будьте в шоке что вот это все читать целыми днями чует ну что это даст человеку да ничего вот ну и второй конечно поговорить я вам все ответы дал я во многом об этом говорю о чем человек этот говорил в чем меня обвинял это вообще не правомерно я об этом все время говорю лишний повод как раз об этом и на лайве сказать хотя у меня тоже целый плейлист есть этот ролик я тоже добавлю в плейлист писания которыми есть на лаве вот всех приглашаю на христолюб читать ветхий завет чем мы сейчас там занимаемся но на лаве будет вот такие ну все пишите ваши комментарии мысли размышления какие есть я буду с радостью читать все всех люблю целую обнимаю пока пока